И вот тут, как мы с тобой и обещали, мы даем важный совет. Так, маленький ликбез. Да, вот маленький ликбез. Ликбез будет касаться такого замечательного явления, которое называется постельный режим. Многие люди считают, что если ты заболел, то что надо сделать? Лежать. Если ребенок заболел, что он должен делать? Лежать. И в результате мы регулярно видим ситуацию, когда мама с бабушкой по дому пытаются поймать ребенка. То есть он носится, а потом ложится схватить. Ты больной, у тебя 37,1, у тебя сопли. Лежи. При этом на самом деле постельный режим, когда грудная клетка находится в горизонтальном положении, то экскурсия, двигательная активность, амплитуда движения легких хуже, чем когда человек в вертикальном положении. То есть когда человек лежит, вентиляция легких хуже. И это приводит к тому, что в легких накапливается мокрота и многократно увеличивается риск осложнений. Именно поэтому во всем мире сразу после операции стараются что сделать? Как можно быстрее человека поднять, перевернуть. Чуть ли не самое опасное для любой болезни – это лежать, не шевелять в горизонтальном положении. Поэтому если ребенок по-настоящему болен, если человек хочет лежать, если плохо ему, понятно, он лежит. Но даже если вы лежите, все время крутитесь, вертитесь, старайтесь встать. Это очень важно. И на что еще обращаю внимание, мы об этом, может быть, не помню, говорили или нет, но есть одна болячка. Это когда вам схватыло поперек. Вот этот острый приступ радикулита. Вот самое страшное, что вы можете сделать для своего здоровья при остром приступе радикулита – это лечь. Вот как только вы ляжете и перестанете нагружать мышцы, то вы тогда узнаете, почем фунт лиха. Поэтому чуть ли не самое главное при острой боли в спине – не устраивать себе ограничения двигательной активности. Именно двигаться надо. Не зря мы поговорили, Вась. Молодцы. Да вот, прям захотелось встать и идти. Куда-то. Потому что что-то поясничка чуть-чуть немножко… Много сидишь? Ну, не так уж прям много, но я надеюсь, что с пользой. Продолжение следует.